Здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире передача «На связи бизнес» и я, ее ведущий, Дмитрий Чариков. Сегодня у нас в гостях директор по развитию бизнеса контактных центров России и странах СНГ с компанией Nauman Алексей Садовский. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Дмитрий. Несколько слов о компании Nauman. Мы, российская компания, созданная в 2001 году уже 15 лет, занимаемся тем, что автоматизируем те или иные сферы работы разных бизнесов. В частности, чем я занимаюсь, это сфера контактных центров, то есть мы занимаемся созданием рабочих мест операторов, оптимизацией их работы, как живых, так и новых операторов, которые сейчас появляются, это роботы. А сфера деятельности компании шире? Конечно, да. Если сказать одним слоганом, то все для качественного сервиса. То есть в Nauman есть продукты, которые автоматизируют службы Helpdesk, Aho, это система Service Desk. Есть решения по оптимизации бизнес-процессов, BPM-система. Есть решения контакт-центров и очень много специализированных решений, которые закрывают те или иные сферы по взаимодействию с клиентами, с населением. То есть все для качественного сервиса. А что значит слово Nauman? Nauman — это древнегреческое слово, было такое Nauman. Есть в философии Канта такой термин, как мир вещей, мир феноменальный, феномен, вот есть такое слово. Есть мир идей, мир образов — это Naumene. Фактически тем, что компания изначально создавалась как создание программных продуктов, это некая идея, которую потрогать нельзя, но она существует. Поэтому было выбрано решение из греческой философии Nauman, но поменяли одну букву на А, чтобы звучание было более позитивное, более яркое. Наумен. Замечательно. Сегодня можно даже потрогать. За 15 лет истории компания много чего добилась. Возвращаясь к теме нашей передачи — оптимизация. Давайте подробнее с чего начнем. Хорошо. Изначально, когда 15 лет назад мы начали делать контактные центры, то было понятие живого человека, оператор, который должен принимать звонки, их обрабатывать, фиксировать какие-то данные в CRM-системе. Все начиналось достаточно с простых вещей. Мы были одной из первых российских компаний, кто этим занимался. На Западе этот рынок достаточно давно развивается, где-то 60-х годов прошлого столетия. У нас это достаточно новая сфера, то есть с завершением Советского Союза появилась такая сфера, как контактные центры. С каждым годом задачи становились все сложнее. Вначале это было просто распределение звонков между операторами, потом мы начали задумываться, как сделать так, чтобы труд операторов был более эффективный, более качественный. Тогда система начала совершенствоваться и усложняться. В частности, 10 лет назад у нас появился такой блок, как сценарий оператор. Это чем-то похоже на CRM-систему, но не совсем CRM-систему. Благодаря этим подсказкам, которые стали появляться у операторов, мы смогли снизить затраты на обучение операторов, сократили время обслуживания. То есть мы делаем так, что использование наших решений в бизнесе позволяет тому бизнесу, кто это использует, сэкономить на затратах, на рабочем времени оператора. Начиная с этого, то сейчас уже все это дополнилось дополнительными модулями, которые позволяют оценивать работу оператора постфактум, управление качеством. Это планировать рабочее время оператора. Это есть такие системы управления рабочим временем, называется WFM, Workforce Management. Тоже такой блок появился. И сейчас последние три года мы стали достаточно много вкладываться в развитие альтернативных каналов, таких как чат, e-mail. То есть уже звонок — это не единственный канал, по которому обращается клиент. Каналов стало больше, их тоже нужно оптимизировать и позволять операторам эффективно работать. Замечательно. Аудитория нашего канала в основном бизнесмены и все люди умеют считать деньги, в особенности бизнесмены. Вы говорили о том, что мы даем экономию, мы, возможно, сокращаем затраты. Может быть, мы приведем несколько примеров для людей, чтобы им было интереснее и понятнее, о чем идет речь? Хорошо, давайте приведу пару примеров. Начнем с достаточно простой темы. Когда в компании есть некий диспетчер-секретарь, который сидит на телефоне, его задача принимать вызовы, находить сотрудника, с кем надо соединять и перенаправлять вызов на него. В простом случае обычно, особенно в крупных компаниях, это какая-то девочка-телефонистка, у нее есть на компьютере Excel, либо какой-то справочник, в котором она находит сотрудника, находит его номер, переключается на свой телефон, набирает номер и соединяет. Уже такое еще существует? Конечно. Мы были в очень крупной страховой компании российской, в котором достаточно много звонков по офисам. Там сидит три девочки на ресепшн, и они так работают, что у них есть рядом информационная система и рядом телефон. В чем проблема? Они находят и дальше руками набирают этот номер, тратя время на ошибки, ошиблись цифры и надо заново набирать. Простейшее, что можно сделать, это автоматизировать связку между рабочим местом оператора, телефоном и некой информационной системой, пусть это будет корпоративный справочник, и сократить эти 2-3 секунды на набор номера. Но когда твой разговор – это 20 секунд, человек позвонил ему, то есть 3 секунды экономия – это уже 15% времени. Мы должны на 3 девочки. Да, в принципе уже половину девочки можно использовать для других задач. То есть принимать другие вызовы, либо письма разбирать. Это интересно. Это уже можно действительно посчитать в деньгах. Хорошо. Это простой пример. Есть уже более сложные задачи, когда затраты на обучение. Прежде чем оператора в большом контактном центре посадить в линию, он проводит определенные обучения. Но в связи с тем, что информация, с которой он работает, меняется постоянно, возьмем банки, появляются новые банковские продукты, меняются вопросы, связанные с законодательством. Всему этому требуется обучаться, и это процесс постоянный. Опять же, работая просто с CRM-системой, где он видит информацию по клиентам, но не имея какой-то базы знаний, а из связки вопросов, которые зовет клиент с этой базы знаний, ему нужно больше информации держать в голове. Мы же, автоматизируя работу с базами знаний, с подсказками оператора, позволяем быстрее находить информацию и сокращать время на обучение. Если данные как бы меняются, оператор просто может их читать с листа. То есть, подготовка оператора не занимает так долго времени, как это было бы, если бы не пользовались вашей системой? Совершенно верно. Обучение все равно требуется, но его требуется, конечно, уже меньше. И таких маленьких кусочков обработки вызова либо обращений достаточно много. Из них складывается средняя длительность обработки контакта. Средняя длительность обработки контакта. И наша задача его сокращать. Есть какие-то параметры? Есть параметр, который называется средняя длительность обслуживания, который обычно измеряют. Это average handling time. Есть показатель в стандартах, которые есть европейский, американский. А российский есть стандарт? Российский стандарт базируется на базе европейского стандарта. А европейский отличается от американского? Отличается. Американский более формализованный, более сложный. Это стандарт COPC. В России очень мало менеджеров, которые по нему сертифицированы. Европейский стандарт называется EN 15838. В принципе, с учетом, что мы все-таки живем в Европе, он нам ближе. Он менее формализованный, он дает больше свободы сотрудникам, которые с ним работают. Но при этом, если компания, контактный центр, либо сервисный центр, занимающийся обслуживанием клиентов, либо населения, задастся вопросом о соответствии этому стандарту, то она может очень серьезно пересмотреть внутренние процессы и их действительно соптимизировать. Поэтому российский стандарт как таковой не был создан, но европейский стандарт универсальный. Нам достаточно? Нам достаточно, ничего своего изобретать не нужно. Он понятный, переведен на русский язык. Есть институт сертификации, который занимается подготовкой менеджеров. Сейчас в России уже несколько десятков, если не под сотни, сертифицированных аудиторов либо менеджеров по этому стандарту. Мы поговорили про такой параметр, как средняя длительность обслуживания. Еще немаловажным параметром, который все измеряют и смотрят, это доступность контактного центра. А это что такое? У нас может быть суперобслуживание среднего звонка, но если у нас операторов или внешних линий, по которым может поступить обращение мало, то как бы мы не оптимизировали эти параметры, все равно нам будет невозможно дозвониться и получить консультацию. Понятно. А как же выяснить, достаточно или недостаточно? Любое оборудование, включая наше, позволяет измерять соответствующие параметры, по которым можно дальше определить. Стандартный параметр, который измеряют, если в простом случае это длительность ожидания на линии, но есть параметр из стандарта, который называется Service Level. Это достаточно известный показатель в нашей среде, который позволяет измерять процент обращений, которые обрабатываются за определенный заданный заранее диапазон времени. Нам не важно все отслеживать 100% вызов, достаточно либо 80, либо 90%, чтобы поступали и оператор снимал трубку за определенное время. Как правило, какое? Золотой стандарт считается 80 на 20, но на самом деле в зависимости от вашего бизнеса и от специфики самой компании. То есть матрасля пройдется банк, страховая, оператор мобильной связи. Кто там еще? В большинстве бизнесов, где достаточно жестокая конкуренция, где поменять провайдер услуги очень легко, то там, конечно, каждый показатель требует достаточно высоких уровней и хорошо отслеживаться. Чтобы поменять интернет дома, мне не понравилось, как меня обслужили, я делаю один звонок и на следующий день у меня уже другой интернет. Например, у меня у квартиры подведен интернет от 4 или 5 провайдеров. Для меня просто что-то не понравилось, у соседей тариф на 50 рублей в месяц дешевле, щелчок пальцами и у меня другой провайдер. Там достаточно жесткие требования, там действительно 80 на 20 оправдано. Но есть другой бизнес, например, естественные монополии, то же самое государство. Государство поменять мы не можем. Например, если я хочу дозвониться в налогу, я не могу щелкнуть пальцами и поменять юрисдикцию свою, и уже платить налоги в другой стране, это сложно. Поэтому там требования более щадящие. Конечно, можно совсем оставить двух-трех диспетчеров на всю нашу страну, но это, понятно, не очень клиентоориентированно. Государство сейчас старается совершенствоваться и действительно они очень много, мы сами это видим, очень много прилагают усилий. Дозвониться становится все проще и проще. Это приятно. Да, это приятно и приятно, что мы тоже чем-то в этом помогаем. Там, в принципе, если трубку снимать в течение полутора минут, это уже хорошо. Поэтому человеку подождать полторы минуты на линии, в принципе, это допустимое время для того, чтобы получить консультацию. И приходится искать баланс в зависимости от сферы бизнеса, от возможностей самой организации, где-то между этими 20 секундами и 90 секундами. Замечательно. Алексей, я буду вас прервать. По сценарию нашей передачи у нас есть рекламная пауза, после которой мы вернемся к нашей беседе. Дорогие друзья, рекламная пауза на канале ProBusiness. Дорогие друзья, напоминаю, что вы смотрите передачу на связи бизнес и сегодня у нас в гостях Алексей Садовский. Мы разговариваем про оптимизацию работы операторов и все, что с этим связано. Замечательно. Про каналы. Да. Мы поговорили про основной канал, который есть в контакт центрах. Это голос. Обычный телефонный звонок. На самом деле возможности обратиться в контактный центр гораздо больше. Второе, что приходит на ум, это электронная почта, которая появилась достаточно давно с появлением интернета и стала одним из новых средств обратиться в компанию для получения консультации. Сейчас каналов становится все больше и больше, появляются различные чаты, мессенджеры, социальные сети. Голос уже не только идет по телефону, а уже переходит в цифровые. Можно позвонить из скайпа, можно позвонить через какое-то программное приложение. Здесь уже понятно, что надо качественно выработать каналы. Это то, что касается нас. Помимо софта, здесь уже важно и оборудование, которое используется. В частности, надо понимать, что когда звонок поступает в голосовой сети, канал достаточно узкий для голоса. В принципе, тут не так важно, что находится на другом конце. Если же мы говорим про обработку цифрового голоса, когда наш канал уже обрабатывается и имеет меньшее сжатие, то здесь уже немаловажно, с чем же работает оператор. Там те же самые гарнитуры, в которых он сидит. Если мы хотим делать действительно качественное обслуживание обращения, то здесь уже все важно. Я с тобой соглашусь, потому что обидно, что потратил много денег на инфраструктуру, а самое главное — не учебу. Да. Мы тоже в своих проектах стараемся напоминать нашим клиентам о том, что важно все. Не только фасад, то, что видит оператор, точнее, то, что видит клиент, но и то, с чем работает оператор. Если говорить про качество обслуживания оператора, то его комфорт, его рабочее место, в каком кресле сидит, за каким столом, какая вентиляция, какая гарнитура — это тоже очень важно и сказывается на качестве обслуживания. Конечно, это его настроение, это его поведение. Это, в конце концов, то качество, которого мы все ждем. Да. Если продолжать про каналы, то есть сейчас все большее распространение приобретают каналы, которые текстовые, чаты. Пока этот процент очень маленький. То есть на текущий момент, в зависимости от бизнеса, это от нескольких процентов, но максимум доходит до 15. Есть отдельные компании, которые полностью входят в нее голосовое общение, но это пока экзотика. Надо понимать, что голос и живой оператор в ближайшие пять лет так и останутся основным превалирующим каналом. Ваш прогноз — пять лет. Я бы сказал так. Через десять лет мы предполагаем, что очень много уйдет в каналы самообслуживания, в роботы. Про это тоже хочется отдельно рассказать, что сейчас есть и чем мы занимаемся. Но если говорить о горизонт пять лет, я думаю, ситуация кардинально не изменится. Возможно, станет пропорцией 50 на 50, но голос все равно пока еще это основной канал, он более понятный, более доступный. Если говорить про именно роботизированное общение… Вытеснят они людей, наконец? Или нет? Не хотелось бы? Не хотелось бы, потому что я бы привел такой пример. То есть, если сейчас роботы помогают людям обрабатывать обращения, те же самые IVR, сейчас популярны очень чат-боты, которые в чатах оказывают консультации, то я предполагаю, что через десять лет станет немножко наоборот, что, конечно, роботизированные сервисы будут занимать все больше и больше долю, но живой человек никуда не денется. Он также будет, но уже помогать роботам. Кто-то им должен менять батарейки. Конечно. И опять же, есть всегда вопросы, которые роботам не закрыть. Есть хороший пример – это различные конвейерные производства, которые уже достаточно давно роботизированы, но на всех заводах до сих пор остались живые люди, которые контролируют работу этих роботов, которые делают какие-то операции, где действительно требуется ручной контроль. Понятно, что автоматизировать можно практически все, но сто процентов пока это невозможно. То есть ваш прогноз, что индустрия контактных центров перейдет на конвейерную систему обслуживания? Да. То есть у нас есть своя гипотеза внутри компании – это так называемый атомарный контактный центр, атомарное обслуживание. Давайте подробнее про это поговорим, если… Давайте. Фактически любой процесс обслуживания звонка – это некий набор микроопераций, которые выполняет на текущий момент живой человек. То есть оператор, когда человек ему позвонил, в начале просит представиться, проверяет какие-то паспортные данные, узнает информацию об услугах… Мы знаем, что есть такая голосовая идентификация. Это как раз пример, когда простая одна операция, атомарная, которую делал оператор, забирает на себя робот. Фактически идеальное, как мы видим, это когда есть конвейер в виде одного звонка, но роботы с живым человеком постоянно меняются и для человека это становится незаметным. Это важно. Да. Сейчас уже, кстати, появились технологии, которые позволяют голос живого человека заменять, накладывать некий фильтр и использовать как единый голос. А это что значит? Например, когда я говорю своим голосом, то есть мой голос попадает в микрофон вернитуры, дальше обрабатывается неким процессором цифровым и на выходе выходит голос, который некий унифицированный. То есть неважно, кто говорит микрофон, я, мужчина, женщина и все, на выходе у нас получается некий уникальный голос. А что слышит клиент? Клиент слышит голос с теми характеристиками, которые мы заранее задали. То есть идея какая сделать этот голос унифицированным… Он механизированный или он все более человеческий? Нет, он естественный. То есть это говорит не робот. То есть я говорю и на меня, мои интонации, все просто накладываются немножко другие голосовые связки. При этом тогда получается, что с точки зрения клиента он говорит всегда с одним и тем же человеком, хотя это могут быть совершенно разные операторы, как настоящие, так и роботы. А задача, соответственно, контактного центра – это разбить любое обслуживание на короткие операции, что часть закрывать из них роботом, а часть, соответственно, живым человеком. То есть, например, где-то срабатывает распознавание речи, оно смогло что-то определить, это работало, она не смогла, звонок тут же перекидывается на живого человека, который уже переспрашивая дозаполняет. Но клиент этого не видит. И вот мы считаем, что за таким атомарным контактным центром будет будущее. Но таких пока в нашей стране еще нет. Технологии атомарного обслуживания уже начинают использовать различные компании. Например, один достаточно крупный банк ввел в свои услуги работу надомников. С точки зрения технологии работа надомников всегда была технически достаточно легко реализуема, но становятся вопросы защиты данных, качество работы этих специалистов, их обучение и все остальное. Но если мы разобьем обслуживание на короткие операции, то тогда это делается легко. В принципе, этот банк что сделал? Он конкретные услуги разбил вопрос на короткие куски и раздал разным операторам. То есть один оператор звонит, узнает конкретные данные по человеку и передает в контактный центр. И он занимается только этим. То есть он звонит и всем задает, спрашивает два-три вопроса, заполняет все. После этого перезванивает другой человек за другие вопросы. Получается защита перст данных, то, что ни одного человека нет полной информации, кто находится вне контрразащищенного банка. И проще для обучения оператора. Оператора обучить, спрашивать три-четыре вопросы, заполнять четыре-пять полей — это все очень просто. Никаких спецтребований нет. Наша задача компания Nauman — это связать потом все это в единую цепочку, чтобы это не было не четыре-пять звонков исходящих, а все это обрабатывалось едино. Мы сейчас активно этим занимаемся, то есть мы экспериментируем с различными технологиями, которые работают со смыслом, то есть не только распознают конкретные фонемы, а собирают из них некий смысл. Например, у нас есть очень интересная технология, которую мы создавали по заказу Министерства образования, которая умеет читать диссертации, писать по ним аннотации и работать как антиплагиат. Да вы что? Да. Эту технологию мы начинаем активно использовать в контактных центрах. В частности, мы ее проверили на одном очень крупном нашем заказчике, у которого есть служба поддержки, в ней порядка 200 тематик, которые может выбрать оператор. И у нас есть база 400 тысяч запросов, которые проходили через этот контактный центр. Мы обучили эту систему на этих запросах и сейчас она с вероятностью 96% может из 200 тематик выбрать те три тематики, по которым действительно обратился клиент. А если надо выбрать одну тематику, то, конечно, качество распознавания чуть пониже – это порядка 7-6%. Но это уже означает, что мы можем у этого клиента сократить количество диспетчеров достаточно существенно, потому что предобработку будет делать робот. И дальше передавать живому человеку, которому не нужно выбирать 200 тематик. Ему система выбрала три, и он сказал, что человек из этих трех занял. Вы российская разработка? Это российская разработка, да. Компания «Наум» достаточно большая, у нас есть департамент, который занимается разработкой по заказу либо для госсектора. У них есть эта технология. Сейчас мы, как направление контактных центров, начинаем то, что было разработано на государственные деньги, уже применять для бизнеса, для автоматизации, именно совершенствования работы по обработке обращений. Здорово. Вы, как российская компания, за рубежом свои продукты продвигаете? Да. Высока ли конкуренция? Конкуренция очень высокая. Мы выходили вначале на азиатский рынок, у нас есть офис Филиппины, Манила. Там мы продвигаем наш контактный центр под брендом «Нода». Также, благодаря тому, что начали работать на азиатском рынке, у нас появились партнеры в Европе, в Америке. Буквально два года назад мы появились в международном отчете «Гартнер». Это действительно очень важный шаг, потому что это известное аналитическое агентство, и то, что российская компания смогла привлечь внимание западных аналитиков там появиться, это действительно достаточно большое достижение. По каким параметрам они вас анализируют? Они анализируют по зрелости как самого продукта и тех процессов, которые есть внутри, так и нас как вендора. Разработчик у нас есть свой жизненный цикл, то есть мы им рассказываем, как устроено у нас производство, как выходит версия, как мы готовим требования для нее. Это тоже достаточно важно, и они признают, что по функционалу и по зрелости процессов мы достойны для включения в этот отчет. Вот, Алексей, за оставшиеся несколько минут я попросил бы вас подвести итог нашей беседы и сконцентрироваться на самых важных тезисах того, что ваша компания может предложить. Здесь, наверное, хочется сказать общее пожелание. Всем хочется пожелать качественного сервиса. Мы как потребители его очень любим качественного. Конечно, потому что мы можем оказаться, и мы, как компания, кто делает решения для автоматизации и создания качественного сервиса, так и любой человек или организации, которая занимается обслуживанием клиентов, мы можем оказаться и с другой стороны баррикад. То есть здесь важно, чтобы мы, как и оказывали качественный сервис для других наших друзей, коллег и все так его получали. И, соответственно, всем к этому стремиться, совершенствовать процессы, совершенствовать программное оборудование, которое используют. Алексей, спасибо большое за то, что приняли участие в нашей передаче. Дорогие друзья, напоминаю, что вы смотрели передачу «На связи. Бизнес». В гостях у нас был Алексей Садовский, а ввел передачу Дмитрий Чариков. Всего доброго и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова